здравствуйте всем итак у меня сегодня доклад про моих героев так сейчас подождите да ёлки-палки ладно итак мои любимые герои я собрал самых своих любимых героев которые я прям на обожаю не нравится итак первое это это из мультфильма хильда и горный король так тут картинка почему-то слезла сейчас подождите так так хильда и горный король так это очень интересный мультфильм вот рассказывается про девочку и и как она и какие у нее приключения вот там очень много волшебных существ тролли эльфы вот итак саму девочку зовут хильду хильда это вот она вот с голубыми волосами это хильда а на картинке слева нарисован ее питомец твик твик это лис олень кто не понял это лиса скрещенная с оленью то есть у лисы есть рога и есть копыта вот вот еще одна из моих любимых серий это про марру про марра этот я не помню как она называется сейчас король кошмаров вот это марра они приходят по ночам к детям пугают их кошмарами своими вот а потом возле костра с зеленым огнем рассказывают собираются в лесу зеленый у костра с зеленым огнем вот и рассказывают эти кошмары вот ну и есть ну это вообще хильда и горный король это один из фильмов мультфильмов вообще прям полнометражный там это мультфильм вот а есть еще серии то есть еще и сериал то есть хильда и го хильда это мультсериал вот там есть первый сезон в котором несколько серий и второй сезон в котором тоже несколько серий но не так вот образно несколько там 10 Девятнадцать-двадцать серий Вот Следующий у нас мультик Это Винни-Пух Как ни странно, я его очень-очень люблю Он, это Очень прикольный мультфильм Подожди, пожалуйста, Захар А почему ты говоришь такую фразу Как ни странно, это почему? Ну, потому что Больше Больше такие подростки, как я, любят Аниме всякое Мне аниме не нравятся, не очень нравятся Поэтому вот У меня такие вот советские мультфильмы Я люблю Мне тоже Винни-Пух нравится Мне нравится Винни-Пух, потому что он прям Такой свободный и веселый Вот Кто ходит в гости по утрам Тот поступает мудро Парам-парам-парам-парам А то оно и утро Да А Пятачок мне нравится Ну, мне нравится и Винни-Пух, и Пятачок Пятачок мне нравится, потому что он Преданный друг Винни-Пуха Вот И он Прикольный Он смешной Вот Ещё есть такой мультфильм советский Ничуть не страшен Может быть, кто-то смотрел его Он очень интересный Там рассказывается про Двух мальчиков Братьев Один старший, другой младший Которые разбили Не разбили, рассыпали цветы Им пришло Ну, а им надо какой-то подарок Сделать маме Вот Они Ну, цветы Принести Вот И они ночью Вылезли с окна И пошли Искать цветы Вот Ну, у них был дом свой Вот И они с первого этажа вылезли Вот Мальчику маленькому Было страшно Он даже Этот Шлем Хоккеевский надел Вот И пока они шли За цветами Их Всё время настигали Привидения Три чудовища Какие чудовища Привидения Вот Сначала Два мальчика Они вышли И за ними Хлопнули дверь Эти привидения Вот Потом Старший брат Обернулся И сказал Надо смазать Вот Потом они шли По мосту Там Привидения Нагнали Туман Вот Говорили с ними Немного Потом подул ветер Туман вылез Все Все привидения Спрятались Под мост И когда Ребята Вышли С моста Маленькое Привидение Вот Так Сейчас Вот Вот Она Зацепила Мальчику Вот Так Вот Палкой К К Привидения Фонарь Проводу Я Горный король Каменный Каменный Да И король Я Я Посмотрела Все серии Почти все серии Второго сезона Посмотрела Все серии Первого сезона Я Перечитала Все книги Там есть Два дополнительных Два дополнительных Книги В которых Две истории Которые Не упоминаются В основном Сюжете Ну В тех комиксах Я Очень рада Что Захару Тоже нравится Этот комикс Я тоже его люблю Очень И у меня Есть Все части У меня Есть У меня Есть Пятая Пятая И Шестое По-моему Их шесть Очень интересно И я По своему опыту Тоже Очень рекомендую Всем Ну Посмотреть Или Посмотреть Или Почитать Да Спасибо Маша Ты Очень Добрые вещи Сказала Меня тоже Удивило Что кто-то Еще знает Про Вот Вот Эту Хилю Еще бы Я хотела Вам Показать Великого Ворона Это Такая Мистическая Птица Которая Пролетает Один раз В год Над Городом И Ну В знак Того Что Там Что-то Боги Что-то Дружат С людьми Посланник Богов Это Вот Такой Вот Ворон А Это Там По-моему В сериале Это Птица Говорит Хильде Ну Хильде Спрашивает Так Ты Великий Ворон Он Ей Отвечает Не Совсем Я Буревестник Да 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 В общем Там Этот Ворон Символизирует Благополучие И Там Есть Такое Суеверие Мама Хильде Рассказывает Хильде Даже Однажды Ворон Не Прилетел Над Городом И У них Там В общем Урожай Засох Не Было Дождей Несколько Месяцев Ну Да И Все Подумали Что Это Потому Что Великий Ворон Не Прилетел Еще Он Может Делать Вокруг Себя Электрический Круг Ну Муни Так Ага Хорошо Ну что Теперь Я Поудивляюсь Да Значит Я Конечно Очень Вдохновлен Тем Что У тебя Такие Добрые Все герои Спасибо Большое Мне Они Все Понравились Вот Я Обязательно Покажу Нашу Сегодняшнюю Встречу Художнику Игорю Которую Которую Рисует Картинки Для Самоучителя Патологинизма Вот Ну Ну и Конечно Буду У нас Всех Информировать В Телеграме Как Идет Работа По Созданию Этого Самоучителя Вот Ну и Мы По ходу Дела Будем Ну Предлагать Можно Будет Что Еще Дальше Сделать В Этом Самоучителе Вот Какие Следующие Ходы Вот Сейчас Пока Что У меня Есть Только Две Картинки Сейчас Вам Их Покажу Одну Секундочку Вот Художник Нарисовал Для Пробы Первые Две Картинки Вот Мы Пока Не Видим Сейчас Я Ищу Как Включить Где Их Найти Вот Ох Ох Где Никуда Я же Сам Плохо Видел Поэтому Вот Десять Проводных Я Не Видел Демонстрация Экрана Нет Нет Я Ищу Даже Какое-то Окно Определенно Выберем Вот Так Чему-то Она мне Не показывает Окно С Проводником Попробую Попробую Вот Это Делее К К Желению Взум Показал Сейчас Ждем Когда Вы Скажете Что Что-то Появилось Пока Еще Ничего Конечно Григорий Григорий Демонстрации Не Видно Это Тормозит Это Тормозит Пока Что Еще Ничего Нет Спасибо Попробую Теперь Запустить Демонстрацию Что-то Видимо Видно Не то Что Вы Ожидали Видимо Ладно Я Сейчас Перезапущу Вот Натал Грузится. Есть. Видим картину. Сейчас мы только начинаем. Художник нарисовал первые две картинки. И первая сцена этого спектакля посвящена трём героям. Это обычный человек, талант и гений. Скажите, пожалуйста, вот здесь кто изображён из этих троих? Обычный человек. О, так. Теперь мы пойдём дальше. Сейчас. Так, значит, это обычный, да? Вот. Сейчас я переключусь туда и передвину картинку. А почему ты так, Захар, уже шёл? Ну, потому что он промазал. Хотя, может быть, это и гений, и талант. Талант, скорее всего, бы попал ближе к целям. А гений, он бы там рассчитывал всё, чтобы правильно попасть в мишень. Ага. Ну вот. Мне вот это рассуждение как-то в поле понятно. А это кто у нас? Это талант, скорее всего. Это что, я думаю, это обычный человек. Мне кажется, что гений. Нет, подождите, вот это самое. Вы сейчас видите, уже картинка поменялась, да? Стрела попала ровно в середину, правда? Да. Я думаю, по этому было талант, наверное. Я тоже так считаю. Так, это Мария присоединилась, да? Да. И у меня вопрос. Да, пожалуйста. Кому знакома Ида, Савинная королева? Я сейчас попыталась её нарисовать, по-моему, выходит неплохо. Ида, Савинная королева, для краткости объясню начало сериала. Давай потом, потому что сейчас другой вопрос. Хорошо покажешь, только чуть-чуть погодя, ладно? Так, значит, вот, по моей задумке, вот, мне понравилось предыдущее, что сказала Марина, две минуты тому назад. Она сказала, что талант попадает где-то около середины. Мария, я правильно тебя вопросил? Да. Вот. Вот, поэтому я попросил художника, чтобы он стрелу немножко от середины отодвинул. Вот. А как же нам нарисовать гения? Кто подскажет? Я предлагаю, чтобы он в одной руке держал лук, а сам делал, типа, вот так. То есть рассчитывал в голове, как бы это всё сделать. Вот так делал. То есть рассчитывал траекторию, что ли? Да. Ага. Интересно. Мне кажется, что этот человек немного ближе к цели. Немного ближе? Ну, немного ближе к мишени именно стоит. Ага. Ну, наверное, тут это не очень существенно. Ну, как вообще сам стиль картинок? Он нравится, не нравится? Нравится. Достаточно интересный стиль. Какой стиль, Мария? Достаточно интересный, я бы сказала. Ага. Ну вот, я думаю, что когда художник Игорь посмотрит наш разговор, ему будет это очень важно и интересно. Вот, всё-таки, Мария, ты бы это самое. Я сейчас выключу за секундочку. Так, ну что, спасибо, Загар. Спасибо большое. Пожалуйста. Да, да. Кто у нас будет следующее чего-нибудь рассказывать? Я могу. Ну, давай, Оленочка, давай. Так, ребята, я пока для всех скажу. Значит, всё-таки я бы вас уже просил заранее писать в Телеграме, чтобы я мог в расписании это записывать. А то мне очень тяжело приходится. Слишком много сразу всего надо помнить, делать. Вы уж, пожалуйста, ладно? Можно я сейчас тебе скажу, да? Да, конечно, давай. Сейчас посмотрю, вдруг у меня демонстрация выключена. Включена. Я могу включить. Включена. Включилась? Включилась, да. Давай. Мои любимые герои. Стой. Сейчас. Дай. Нет. Я тебе сделаю так, чтобы это вообще... Сейчас. Ну, куда ты сос... Ты рассказывай. Монстры на каникулах. Это мои любимые... Как? Можно сказать, что мультфильм. Мой любимый мультфильм. Вот эта вот девочка, это Мэйвис. Дочка графа Дракулы. Это монстры. Они могут превращаться в летучих мышей. Это вампиры. Вампиры. Это граф Дракулы. Помните, когда Захар спрашивал, когда мы подключились, кто он? Граф Дракулы. Вот. Они попадают в путешествия. Они попадают в мир людей. В наш мир. Мэйвис хочет попасть в их мир. В наш мир. Вот. И к ним в этот момент приходит человек. Обычный человек. Вот как я. Ну, рыженький такой. Я, может, на следующее занятие вам покажу. Вот. Он приходит. И... Она в него влюбляется. И... Как сказать? Потом у них что-то там происходит. Я уже не помню. Вот. И она уезжает с ним в настоящий мир. А... Это уже вторая часть. По-моему. Я ей просто повторю. Вот. Так, первая часть. Это как-то... То есть она совсем из своего мира ушла, да? Нет. Нет. Она... Она приедет. Но не скоро. Они уехали к друзьям. Своим. Точнее, Мэйвис со своим... С мальчиком. Уезжают в... В город. Вот. С ним. К мальчику родителям. Потом... Они что-то... Не помню, что там делают. Но они мне нравятся, эти герои. Потому что у них... Такие интересные истории. Мэйвис попадает. Граф Дракула еще когда. Там еще есть и... Вот это... Какое-то там... Желтое желе. Какое-то там желе. Привидение еще. Невидимка есть. У него, правда, только очки видны. Поэтому невидимки. Вот. Алиса в стране чудес. Это и мультик, и мультфильм. И фильм, точнее. Мультфильм, точнее, мультик мне нравится, потому что там важные события происходят. Там интересно. Интересно. Интересно, и как будто бы что-то нарисовано. И там мне нравится Белая королева и королева червяков. Червей. Червей. Червяков. Червей. Вот. Кто не понимает, это королева сердец, так сказать. У нее голова в виде сердца. Вот такая. Карточная масть. Черви. Да. И Пеппи Длинный Челок. Все, походу, говорят, что я Пеппи Длинный Челок. Вот. Она очень странная. Она сильная. А даже сильнее самого сильного в мире. Человека. Мужчины в мире. Самого сильного мужчины в мире. Сильнее. Сильнее. Она и лошадь поднимает. И когда к ним полицейский пришел, полицейские пришли к ней. Она их подняла, она их обманула. Вот. Вот у них машина черная стоит. И она ее держит, эту машину. Потом они пугаются и убегают. Вот. Так. Пеппи Длинный Финдос. Сейчас скажу. Петсон и Финдос. Вот. Финдос. Он мне нравится, потому что, когда я его смотрю, у меня просто глаза застывают. И он там. Есть разные мультфильмы. Ой. Мультики, фильмы есть. Вот. У нас есть книжка «Механический Дед Мороз». Тоже есть мультик «Механического Деда Мороза». И «Именинный пирог». Ну, Финдос и День рождения. Вот эти книжки я потом расскажу. И. Сейчас, подождите. Захар, помоги, пожалуйста. Вот. Вот. И. Винни-Пух только это автор другой. Автор. Это девушка автор. Сначала она придумала, потом вот Захар показал современный. Ну, не современный, а. Сейчас Захар как-то там говорит. Мультик. Разные художники, вы хотите сказать. Да, да, да. Он показал советский мультфильм. Да, он показал советский, а я показываю Винни-Пуха тоже. Только это другой автор. Он нарисовал. Она нарисовала. Американского производства мультик, да. А? Это мультфильм американского производства. То есть другая совершенно компания рисовала и снимала. Спасибо. Вот. Ну, потому что там происходит вот в этом мультике про Винни-Пуха. Я смотрела только слонопотам. Они построили нору для слонопотама. А Винни-Пух ловушку. И Винни-Пух, когда увидел слонопотама, ему было жалко слонопотама. Вот. Они подружились, потом он уверил своих друзей, что это не страшно. Он не страшный, и можно ловушку закапать. Они забыли закапать ее. И, по-моему, слонопотам ее... Да не слонопотам, Винни-Пух упал. Ой, или Винни-Пух, или слонопотам упал. Вот. И... Спасибо за ваши интересы. Спасибо за ваши интересы. Спасибо, Ульяночка. Здорово. Так. Ну что, ребята, что у вас это дело? Мария. Подождите. Захар, помоги, пожалуйста. Вернусь. Давай. Нажимай на... Мария, удивляйся. Меня очень удивило, что Ульяне тоже нравится Пэтсона Финдос. Я с ней полностью согласна. И... Ульяна, я хочу посоветовать тебе собрать всю коллекцию книг. Это очень прикольно будет. Там на полках они вряд ли жить. У меня они пол полки заняли. И я очень рада, что тебе тоже нравится. Я смотрела этот фильм, мультик. Там еще есть фильм «Финдос переезжает» и мультик, по-моему, «Финдос переезжает». А еще есть самое лучшее на свете Рождество. Мне Мария подала прекрасную идею. Спасибо, Мария. Значит, я бы предложил всем нам собирать коллекции такие и предназначать их для своих детей. Конкретно. Вот моя дочка, когда ей было, по-моему, восемь лет, она написала письмо своей дочке. Вот. И сейчас моей дочке 50. Вот. И она письмо это прочитала, когда ей было 40 лет, потому что у нее дочка не получилась, а получилось два мальчика. Вот. Вот. Ну, это такая идея, писать себе самой письма из прошлого в будущее. Вот. Очень, мне кажется, продуктивная идея. Вот. А вот коллекция, которую предложила Маша, она вообще замечательная, так как вы соберете то, что вам самим нравится в детстве, и потом сможете это донести до ваших детей. И, конечно, этого не должно быть очень много, потому что нужно именно собирать самое-самое. Правда? Вот. Так я думаю. Спасибо, Маша. Так, ну что, рассказчики кончились и речи есть. По-моему, у нас Тимофея что-то хотела рассказать, было ему домашнее задание. Но у нас нету Тимофея сегодня. Нету его, да? Угу. Ребят, кого-то еще удивили герои, о которых рассказывали, Захар и Ульяна? Или вы что-то хотите тоже поделиться своими впечатлениями, любимыми героями? Я еще хочу добавить, что меня очень удивило и для меня было очень неожиданно то, что среди героев есть не только люди, но есть и животные и, соответственно, есть вымышленные герои. Ну, такие как вот эти там, ну, там вот этот Дракула и прочее. То есть фантастичка. Вообще-то граф Дракула, он реально существовал, я недавно смотрела историю, кто настоящий граф Дракула, это правитель был такой. Да, это был очень жестокий правитель и Брэм Стокер в своем романе описывает его как, в общем, такого монстра. Ну, в общем, вот, то есть нам не нужно в нашем самоучителе алгемизма ограничиваться такими совсем-совсем реальными героями, а можно очень что-нибудь фантазировать. Ну, на меня на фантазии натолкнули привидения, которые там туман напускали и так далее. Вот, возможно, вот в эту сторону нам тоже надо ввести. Григорий, извините, я рада, ты включила микрофон, ты хочешь поудивляться? Нет, просто. Ну что, в последний раз спрашиваю, кто-то приготовил еще что-то рассказать, а то будем сейчас завершаться. Так, тогда по-другому спрашиваю. А кто хочет в следующий раз что-нибудь дополнительно рассказать? Вот Ульяна уже нам об этом сказала, что она наметила других героев показать, и я буду очень ждать Ульяна. Хорошо, если мама вспомнила, про что мы расскажем, я хочу рассказать. Вот, и я попробую сделать. В смысле? Постараюсь. Да. Ну, еще у меня вот такой к вам есть вопрос. Может быть, вы мне в этом поможете, потому что у меня что-то это плохо получается. Значит, смотрите, вот мы покажем в нашем самоучителе простого человека, таланта покажем и гения покажем. А поскольку это все будет на телефоне, то, соответственно, под этими картинками мы поставим кнопочки, на которые будет нажимать человек, ну, кто смотрит наш самоучитель, и ему можно будет двигаться куда-нибудь. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть идеи, куда его можно дальше вести после того, как наш пользователь нашего самоучителя, он вот посмотрит на обычного человека, на таланта и на гения. Куда его направят, как вы думаете? Ну, то есть, мой вопрос очень простой. Как мы будем развивать сюжет этого всего? Вот. У Марии есть. А? Мария, наверное, может предположить. Да, Мария, пожалуйста. Тут у нас какие-то люди приходят. Полина, вы не смотрите? Я смотрю, конечно же. Мария, чуть-чуть громче тебя не слышно. Я предлагаю, чтобы эти люди по очереди шли куда-то. Например, талант пошел отдохнуть или приготовиться к следующему. Простой человек пошел тренироваться. Гений пошел, ну, допустим, подумал, а может мне получше потренироваться? И пошел попробовать повычислять еще. Ну, может быть, я бы развил твою идею, что он пошел что-то такое сделать действительно очень нужное и полезное для людей, правда? Как думаешь? Как думаешь? Сделать что-то полезное для людей, но тоже можно делать хорошее и интересное. Спасибо, Мария. Пожалуйста. Спасибо. Ну, вообще, так говоря, нам нужно еще помнить, что этот самоучитель талганизма – это не только рассказывать, что может делать тот или другой, а главное, чтобы человек взаимодействует с нашим, я бы его назвал таким театральным спектаклем, чтобы он захотел сам что-то такое научиться сделать, кому-то помочь. Вот таком-то. Так что вы, пожалуйста, подумайте, и я тогда дам вам общее такое домашнее задание, ну, точнее, это не задание, это моя просьба придумать дальнейшие ходы этого самоучителя, когда у нас появится общее дело такое, которое мы сможем вместе делать, и мы будем все вместе авторами. Так, Мария, ты еще хочешь сказать? Давай. Когда было руку опустить. А, просто руку опустить. Так, ну ладно, тогда прощаемся уже. Подождите, а вы же говорили, что чуть попозже, ну, по крайней мере, Полина говорит. Так, я ничего не слышу, у меня уши плохие. Наш куратор говорил, что я смогу, ну, рассказать про краткий сюжет, по-короткому рассказать сюжет фильма про Идуса Винную Королеву. Полина, вы можете мне подробнее? Да, Мария говорит, что она напоминает нам, что она нарисовала рисунок и хотела рассказать вкратце сюжет о своей любимой героине мультипликационного фильма, видимо, либо какой-то книге. Ага, поди, пожалуйста, Мария, давай. Это... Только нам надо тебя видеть немножко. Там главный персонаж, девочка, которую мама отправляет в летний лагерь. Напомни название, пожалуйста. Я не очень помню, но, по-моему, сериал называется Ида Савинная Королева. Его издаёт та же фирма, которая издала Gravity Falls. Полина, вы можете озвучивать, что говорит Мария, потому что... Мария, пожалуйста, громче. У тебя получается громче, когда ты стремишься это сделать точно. Давай, ты можешь. Я точное название не помню этого сериала. Ну, я называю его Ида Савинная Королева. Возможно, он называется именно так. Ага, вот теперь хорошо. Получше, по крайней мере заметно. И... И главная героиня там девочка, которую мама отправляет в летний лагерь, хотя девочка этого сама-то не хочет. Там у неё стаскивает альбом сова. Это сова приводит девочку в странную дверь, хотя и приносит альбом Иде Савинной Королеве, которая торгует на рынке. Дальше девочка встречает её, ну, Иду Савинную Королеву, и... И говорит, что здесь... Ну, в общем, кратко... Проще говоря, она не понимает, что происходит, просит Иду объяснить. Ида объясняет и называет громко своё имя. Правда, её считали преступницей, можно сказать. И... И тут же вызвали охрану другие... Ну, чудики из этой вселенной. И... И... В общем-то, им приходится сбегать. Ну, в общем-то, они подружились, Ида Савинная Королева и девочка. И с ними много приключений происходит. Правда, я не смотрела дальше второй серии. Так, а ты что-то нарисовала и хотела нам показать? Правильно? Я почти дорисовала. Я попыталась срисовать как можно более по ходу. Сейчас попытаюсь найти. Я, в общем, нарисовала прическое лицо, остальные части я пока не успела нарисовать. Ну-ка, ну-ка. Ну, вот здесь я стерла. Будем считать что-то. Я пока нарисовала только эту часть сделала. Это голова, да? Да. И прическа. И прическа. Сейчас я рисую новое. Сейчас я рисую новое. Новое получается вот так пока. Ага. Ну, ты знаешь, для того, чтобы нам было в следующий раз лучше видно, ты бы рисовала чем-то более таким жирным, каким-то широким фломастером или что-то. Ну, ладно, но я потом планирую обвести контур там еще же. Ну, так, чтобы было покрупнее, во-первых. У меня просто набросок пока что. Ну, я понимаю, да. Есть телефон? Ну, в принципе, наверное, лучше всего это делать в какой-то программе, чтобы сразу можно было показывать экран. Ну, Мария делает зарисовку карандашом. И потом будет более точный рисунок. Возможно, она сможет показать нам в следующий раз. Лера, ты хочешь удивиться рассказу Марии или дополнить его? Да. У меня вопрос. Откуда ты узнала то, что вот, ну, твой рассказ, ну, сочинял тот, кто сочинил Gravity Falls? Мария, ты слышала вопрос. Ты думаешь, я не перехожу на тот, ну, на всякие авторы, кто это сделал. Я часто перехожу на каналы, посмотреть, может, еще что-нибудь интересное есть. И там я нашла Gravity Falls. Так, давай мы переформулируем. Мария сказала, что это издано тем же, кто издал Gravity Falls. Речь про мультфильм, Мария, или про книгу? Про мультфильм. Про мультфильм. Значит, Мария предполагает, что автор мультфильма такой же или, по крайней мере, мультипликационная компания, я бы сказала. Мария предполагает, что мультипликационная компания одна и та же. Это не значит, мы как-то уже обсуждали, да, тут с ребятами и Григорием, что, значит, автор мультфильма или кино. Это тот, кто написал сценарий, это тот, кто был режиссером или художником или оператором. Кто это автор. Вот поэтому, Лера, я думаю, ты можешь сама это узнавать. Видимо, Мария нашла на той же компании, издающей, что и Gravity Falls. Да, конечно. Спасибо, Лерочка. Так, ну что, до свидания всем, ребята. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.